Всем привет, друзья! Я сегодня хочу вам показать еще одну деревню на острове Уайт. Деревня называется Сан-Хелленс-Вилледж. Это значит Святой Елены деревня. И вот она перед нами. Здесь открывается самая главная центральная улица. Домики разные. Есть старые, есть хорошие, красивые, модерновые. Здесь есть своя школа. Церковь мы с вами уже посмотрели. Святой Елены тоже неподалеку. Здесь есть чудесный пляж. И форт, который один из четырех в параливе Соланд стоит рядом с этой деревней Святой Елены. Как-то все мимо проезжало. Никогда сюда не заходила с вами. Вот сейчас хочу зайти в старый английский паб, который называется Wine Inn. И мы с вами посидим немножко и поговорим душевно. Я вам расскажу все свои последние новости. Ну, а вы, как обычно, посмотрите вокруг. Паб этот вполне обычный, имеет интерьер. Чисто английский опять. И этому пабу больше ста лет. И вот интересно то, что несмотря на свою вот такую обычность и простоту, этот паб все-таки выдержал конкуренцию. Другой, который стоял здесь рядом и назывался дом моряка, он обанкротился и закрыт. Кофе капучино я взяла очередной свой. И вот такая маленькая кружечка. Теперь у нас стоит 3 фунта. Раньше она была 2,40, 2,50, потом 2,70. И сейчас вот 3. Ничего не изменилось, только цены подросли. Атмосфера английского паба. Она, конечно, интересная. Но она повторяется. Я вижу здесь вот такой же радиатор, наверное, как у меня в квартире. И здесь очень у них тепло. И вообще, вы знаете, в отличие от квартир английских, вот в пабах, где-то в кафе, да и в магазинах тоже, всегда очень тепло. Греют, отапливают очень хорошо. И вот в этом пабе здесь тоже довольно тепло. У меня в последнее время, знаете, даже складывается такое впечатление, да и не только впечатление, мне это подтверждали мои знакомые англичане, что многие вот пожилые люди, они идут почти на целый день сидеть где-то в пабах или в кафе. Вот возьмут себе чашечку кофе, мужчины пива и читают прессу, разговаривают, общаются именно здесь, в пабах, потому что здесь тепло, в отличие от их квартир. Вы же знаете, что англичане очень сильно экономят на отоплении. Это у них уже, наверное, в крови даже. И вот я знаю не только тех людей, которые малоденежные, безденежные, нуждающиеся, экономят на отоплении, но и вполне состоятельные люди, англичане. Они также, вот я же говорю, что у них, наверное, это уже вошло в привычку. Я хотела, вы знаете, в связи с этим найти и показать вам, как у меня муж тоже экономил на отоплении в нашем бангало, стала искать фотографию. И вот вы знаете, фотографий дома, бангало, оказалось настолько мало, что я удивилась. Хочу всем, друзья, сказать, вот если вы живете в каком-то доме, то лучше было бы, конечно, сделать фотографии и снаружи, и внутри, а не только вот себя красивых фотографировать. Я вот нашла, я здесь стою на углу, тоже возле своей спальни, бангало, и нашла внутри некоторые, но это то, что мы фотографировали вот сами друг друга. Удивило меня то, что мало фотографий, но вы знаете, когда я стала свои все архивы шерстить, все свои флешки подоставала старые, я понаходила очень много фотографий, которые мне сбросил мой муж Рентон когда-то на мою флешку, вот именно его молодости, его семьи, вот я даже нашла фотографию его дома, где они до этого жили. Вот посмотрите, какой огромный, прекрасный дом, и стоял он тоже в таком, знаете, живописном месте с видом на пролив Соланд, очень красивый. Купили они этот дом на деньги Лу, его второй жены, вот я вам тоже ее показываю, которая имела огромную пенсию, больше двух тысяч фунтов, и на эту пенсию они благополучно жили. Лу заработала эту пенсию, потому что она работала более сорока лет в очень хорошей компании. это торговая фирма Mark & Spencer, которая распространена здесь по всей Англии, и она работала там, ну, в течение сорока лет, сначала просто продавцом, потом старшим продавцом, а потом уже даже, и насколько я знаю, менеджером главным, и потом уже даже директором одного из каких-то торговых точек в Бристоле, и поэтому пенсия у нее была огромная. Это две тысячи фунтов, это даже бывает не у всех такие зарплаты. И вот когда она умерла, ее пенсию унаследовал рентом, потому что Лу была одинокая, кроме Рентона у нее родственников никого не было, и детей у нее тоже своих никогда не было. Она всю жизнь прожила с матерью со своей, ну, и когда уже на лет мать ее умерла, Лу уже тогда было далеко за 50, и она вот быстро нашла Рентона, решила, что одной оставаться на старости лет это не очень хорошо, она нашла себе мужчину и вышла замуж. А так как она была очень богатая невеста, то, по-моему, у нее тут не было проблем с женихами. Кстати, по поводу того, как англичане и англичанки ищут себе пару вот в таком уже преклонном, скажем, по нашим меркам возрасте за 50, за 60, они всегда ищут пару себе, не остаются они в одиночестве уже под склон лет. И вот как они ищут пару, у меня есть для вас очень интересный сюжет, просто вы знаете, он из первых рук, как говорится, и даже есть некоторые фотографии, я вам обязательно его расскажу, но это будет уже в одном из моих следующих видео. Так вот, когда молодые поженились, оказалось, что у жениха-то Николая Недвора, у Рентона, он оставил все, что было нажито непосильным трудом за всю жизнь, оставил своей первой жене и детям. И поэтому вот Лу решила, значит, заняться поисками квартиры, вернее, они вместе решили заняться. Но главный там, конечно, избирающий, выбирающий была Лу, потому что деньги все это были ее. Я вот, кстати, рассказывала вам в одном из своих видео давным-давно, как по завещанию разделили имущество моего мужа. А проще сказать, что это было имущество Лу, его второй жены. То есть, понимаете, какая история. Когда мне вот некоторые тут пишут, что это дочка моего мужа Джудит купила мне вот эту мою квартиру. Я просто, понимаете, в шоке от этого, потому что уж кто-кто, а дочка Джудит вообще не имеет никакого отношения ни к деньгам, ни к дому, в котором мы в последнее время жили. Это все было куплено на деньги Лу. Еще раз повторяю, то есть, второй жены моего мужа Рентона. Я его третья жена. И вы знаете, что еще хочу сказать, что вот они, слава Богу, прожили больше 27 лет вместе. И она неплохо относилась к детям Рентона. И вот знаете, своих детей у нее не было. Казалось бы, когда она уже умирала, да и вообще англичане, они всегда заранее пишут завещание, еще когда в своем уме, как говорится. Поэтому наверняка она написала завещание это давно свое, на всю свою недвижимость и на все свои деньги, потому что денег у нее было довольно много, прилично. Вот. И когда она написала завещание, она указала в своем завещании только своего мужа Рентона, понимаете? А так, если бы она хотела, она бы могла тоже оставить какую-то часть его детям, той же Джудит или кому, но она вот этого не сделала, как ни странно. Так, ну ладно, как говорится, самое страшное дело, это наследникам делить потом имущество и вот эти вот деньги чужие считать, это такое неблагодарное дело. Поэтому мы сколько знаем случаев, когда даже близкие люди, сестры, братья оставались смертными врагами после того, как не могли поделить имущество своих умерших родителей. Ужасное дело, конечно, я просто считаю, что здесь нужно в любой ситуации оставаться человеком, понимаете? Ну и не сходить с ума, увидев золотого тельца. Ну да ладно, давайте лучше дальше мы с вами посмотрим фотографии. Я хочу показать вам вот еще, это мне мой муж хвастался, когда рассказывал, как они искали свое первое жилье с женой, со своей Лу. И вот у нее были такие, знаете, амбиции, она хотела огромный дом. И вот здесь на фотографии как раз на этой подборке этих домов это именно старинные коттеджи или коттеджи, как уж тут я даже не знаю сказать правильно. Ну вот видите, насколько огромные они и похоже, что тогда это получается больше сорока лет назад на данный момент значит тогда эти дома стоили не так уж и дорого вот и наверное они могли себе позволить на деньги Лу вот такой дом купить и Рентон говорит, что ему конечно было очень приятно то, что вот жена его хотела такой дом и что они могли этот дом себе позволить и содержать его тоже но все-таки исходя из здравого смысла он ее едва-едва уговорил вот на дом который они впоследствии приобрели то есть этот дом намного меньше тех огромных коттеджей но он все равно тоже вы видите двухэтажный и тоже огромный там наверняка пять спален в этом доме я конечно как вы понимаете никогда там не была и понятия не имею я только со слов мужа говорю но на двух человек вот такой вот дом и Лу согласилась купить этот дом только с условием если Рентон сделает там красивый сад потому что в том доме сада не было и вот вы знаете вот этот сад я показываю у него было столько фотографий этого сада как он его делал пруд он там делал они там тоже рыбок разводили даже лягушек и это была его гордость в общем-то да я считаю что и на самом деле это очень замечательный сад сделать его самому это целое искусство я очень рада что я нашла вот эту фотографию это кстати самая первая фотография на которой я увидела своего будущего мужа вот эту фотографию он разместил на сайте знакомств и я его как раз через эту фотографию и узнала ну и надо сказать что он конечно на этой фотографии выглядит очень замечательно потому что вот эта фотография того же в принципе периода того же самого времени когда ему было здесь 70 лет но здесь он выглядит уже совсем совсем по-другому как вы видите вообще он фотографироваться не любил хотя и сам был заядлым фотографом и у него просто тысячи тысячи фотографий и видеосъемок по всему миру он ездил ну вот знаете сапожник без сапог его фотографии найти очень очень сложно хотя хотя я вот с удовольствием вам показываю еще фотографию это тоже рентон только здесь он видите совсем совсем малюсенький и этой фотографии он тоже очень дорожил и она у нас даже висела в рамке на стене и еще я нашла фотографию вот здесь вот он со своими внуками это дети его сына который к сожалению погиб в возрасте 35 лет трагически непонятно погиб и осталась его вдова фелисити очень интеллигентные вот эти две девочки и парень воспитанные образованные и вы знаете вот именно вот эти внуки рентона они никогда не забывали каждый год они звонили на его день рождения и поздравляли его присылали открытки также ко всем праздникам чего не скажешь вот о детях его дочки Джудит здесь вот Рентон слева впереди это Джудит его дочка дальше он потом не знаю кто и вот справа муж Джудит на самом переднем плане и их дети дочка и два сына вот как ни странно но Рентон несмотря ни на что больше все-таки как-то любил вот эту семью своей дочери и помогал больше им а это тоже старая фотография вот здесь впереди Джудит в белой куртке а рядом с ней это Фелисити вдова сына Рентона и дальше вот опять же дети там и муж Джудит а это уже мы здесь все вместе я тоже с семейством мужа моего на свадьбе его старшей внучки дочки Фелисити здесь вы видите Джудит с мужем я с Рентоном и там видны еще старшая дочь Джудит со своим кавалером я вам показываю эти фотографии которые я нашла конечно же мне эти фотографии смотреть интересно у меня вот просят тоже мои зрители показывать то что я найду какие фотографии поэтому я вот вам с удовольствием и показываю но вы знаете там такое огромное количество у моего уже этих фотографий что мне даже иногда и ничего там и не найти у меня несколько флешек по 16 гигабайт они полностью заполнены вот надо еще как-то будет поискать что-то если вам интересно я тоже покажу жизнь конечно совершенно другая вот по крайней мере когда я показываю эти фотографии своим друзьям и родственникам которые у меня в России живут они вот сразу говорят что совершенно другие люди на фотках как-то видно сразу что иностранцы но вот я наверное уже привыкла я не замечаю разницы вот еще одну хочу показать вам фотографию это уже в мою бытность женой Рентона все его друзья это вот так вот они празднуют день рождения Дафны вы видите Дафна здесь вот сидит справа над ней стоит Колин тоже друг Рентона вот они сначала обедают в доме и потом выходят на лужайку патио перед домом и тоже долго сидят беседуют пьют вино вот так вот отдыхают на природе англичане здесь вот тоже в пабе посмотрите сидят чаевничают английские леди вот я долго здесь сижу вам рассказываю всю эту историю и они тоже сидят общаются довольно долго все то о чем я и говорю хотя немноголюдно в пабе но здесь уютно и самое главное тепло друзья как обычно прошу вас в конце видео поставьте пожалуйста лайк кому понравилось пишите ваши комментарии хотели бы вы еще увидеть фотографии я хотела рассказать вам о своей бабушке показать старинные фотографии это конечно у меня будет в ближайшее время такое видео но и еще вы знаете интересно очень я нашла много фотографий старинных семейств рентона я об этом рассказывала в одном из своих видео кто хочет может посмотреть все это тоже в скорости будет ну а на сегодня у меня для вас все друзья берегите себя всего вам доброго пока пока Продолжение следует...